Реакция на проповедь православной Батюшка в протестантской церкви. Пробуждение через единение. Мир вам, братья и сестры, христиане! Я думаю, часть из вас слышали эту проповедь, братья и сестры, это выступление православного священника. Я назвал, почему Батюшка, потому что неправильно говорить в духовном смысле на кого-то. Это Батюшка, Отец, но просто процитировал, как звучит сама проповедь. Эта проповедь записана на канале «Голос глобального пробуждения» Сергея Пихотько. И вот я послушал это выступление, несколько для того, чтобы что-то назидаться, а для того, чтобы просто услышать, братья и сестры, вам поделиться, что это есть. Нечто от Бога, потому что звучит оно как бы красиво. Пробуждение через единение, некое единение, слияние, дружба, мир. Вроде бы хорошо, особенно когда сейчас идёт вот это напряжение между Украиной и Россией. И многие, конечно же, стремлятся к миру. Казалось бы, в этом отношении это хорошо. Но наша задача, как христиан, братья и сестры, разобраться на основании Слово Божие. Это от Бога это единение или не от Бога? Вы знаете, тоже есть проповедь на канале «Любийщий истинник», где говорится о том, что фактически существует целый ряд своего рода таких собраний, объединений, союзов экономического характера, где объединяются и проводят служения не только христиане, а даже представители других вероисповеданий, и при этом христиане разных конфессий. Это экономическое движение, братья и сестры, прямо скажу, это ничто иное, как вавилонская блудница. Потому что отчётливо мы находим Слово Божие. Какое согласие между Христом и Виляром или какое соучастие верного с неверным? И какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и не будут моим народом. И потому выйдите из среды их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, а вы будете моими сынами, и тщерями, говорит Господь Вседержитель. И ещё, и слышал я иной голос с неба горящий, выйдет в неё народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах её и не подвергнуться язвам её. То есть здесь говорится вавилонской блуднице, то есть церкви-отступнице, матерью которых является католическая церковь. И вот эти объединения, вот эти экономические собрания, они проходят под руководством глав Ватикана, в то или иное время проходило, братья и сёстры, так называемых Пап. И вот здесь попытка, братья и сёстры, пользуясь тем, что вот такое есть желание людей к миру, опустить вот это экономическое движение, которое пока ещё, можно так сказать, в основном на верхнем эшелоне, когда собирается глава церковь, небольшое количество ведущих, можно сказать так, или популярных людей той или иной конфессии или динаминации, опустить её на низы, уже непосредственно иметь общение, чтобы поместная церковь, родовые члены церкви имели общение между собой, чтобы, например, выступали католические, православные священники среди баптистов, среди пятидесятников, других протестантских направлений. Ещё раз, что это, братья и сёстры? Это не что иное, как вот это Экумена, который даже прямо он говорил, что это фактически Экумена, но некоторые не понимают, что это большое зло, это большая опасность, братья и сёстры, большая опасность, потому что мы читали, я вам зачитал, что какое участие чистого с нечистого, Христа с Виляром, православие, католицизм, братья и сёстры, это не является прямо, хочу вам сказать, это признано, это принимается, скажем так, на таком уровне, светском уровне, на уровне мирском, я бы так сказал, что относят его к христианству. Православие — это не христианство, поймите. Это не христианство. Это только носит внешний вид христианства, братья и сёстры. В чистом виде это не христианство. И мы не можем, мы не можем ни христианского проповедника слушать, братья и сёстры. Для чего вообще слушать проповедников? Для чего слушать тех или иных братьев, которые имеют учительское служение? В чём смысл? Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергаемся большому осуждению. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых, на дело служения для созидания тела Христова. «Да коли все придём в единство веры и познание Сына Божия, мужа совершенного в мере полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учений по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Да, единство веры, но на основании Евангелия, братья и сёстры. То есть преданность и точное исполнение Нового Завета. Приоритет Нового Завета над Ветхим Заветом. Как один из профессоров, богословов православия Осипов, есть такой профессор, он прямо сказал, что Новый Завет — это не закон Божий. Мы должны слушать проповедников для того, чтобы укрепляться духовно, возрастать духовно, чтобы не метаться в разных учениях, а чтобы было одно учение, истинное евангельское учение, братья и сёстры. В этом направлении должно идти единение. Понимаете? То есть если бы он пришёл послушать священник православный и что-то взять на вооружение и внедрить в их служение или самому измениться, покаяться — это другое дело, но дать ему проповедовать, дать ему учить. И многие, я смотрел, вот сёстры, понимаете, так машут головами, то есть соглашаются, такие даже улыбаются, довольные, понимаете? То есть им интересно вот это. Понимаете? Что может, братья и сёстры, что может назидать, чем может назидать православный священник? Ему самому нужно каяться, избавляться от идолослужения, почитания икон. Вот этих разных обрядов, святая вода, так называемая, что является не что иное, как язычество. То, что делается, что рядовой, среднестатистический, православный человек — это то же самое фактически, что мирской человек. Что может научить? Он может только ослабить, братья и сёстры. Это просто, я бы даже сказал, стыд. Стыдно, братья и сёстры, за вот пастыря этой церкви, что он разрешил. Понимаете? Он поступает не как пастырь, а как наёмник. Когда приходят волки, когда приходят лжеучителя, он не должен допускать их до служения. Наоборот, как написано в Слове Божьем, что дети Божьи, овцы Божьи настоящие, они слушают голос Божий, а от чужого голоса они бегут. Понимаете? А здесь чужой голос пришёл, лжеучитель пришёл. Что он может наставить? Например, даже этих самых сестёр, которые приняли водное хрящение, например, я думаю, как полагается по Слову Божьему, путём погружения, а не как православие, просто как, можно сказать, некое такое подобие крепления. И в сознательном возрасте они как дают детям. Что он может наставить, сам будучи идолопоклонником? Идолопоклонство — это серьёзный большой грех. Что он может наставить? Что он может научить? Как можно таких учителей пускать в церковь братья и сёстры? Это глубокое заблуждение. Это уже показано фактически братья и сёстры как бы действительно конец последнего времени. Это фактически показано серьёзное духовное падение и членов церкви, которые машут головами и слушают с интересом. И особенно старших братьев, которые допустили этот человек проповедовать. Обратите внимание, отчётливо сказано, что когда вы отойдёте от них, вы будете тогда мне. Я буду вашим Богом, а вы будете моими сыновьями и дочерями. А пока не отойдёте, то фактически вы находитесь как соучастники вот этой вавилонской блудницы. И фактически попадаете под проклятие вот этой вавилонской блудницы. И надо сначала выйти, а потом уже стараться в точности всё исполнять. А не наоборот приглашать вот этих лжеучителей, которых, ещё раз говорю, даже христианами нельзя назвать. Христианство — это не только вера в Иисуса Христа. Это ещё точное исполнение Нового Завета, преданность Новому Завету, где отчётливо понимается, что приоритет Нового Завета над Ветхим Заветом. Этого нет в православии. Православие — это язычество, совкутность язычества с Ветхим Заветом, часть взята с Нового Завета. Но это не есть, братья и сёстры, в чистом виде христианства. Это вообще нельзя назвать христианство. Как можно лжеучителей? Давайте можно дойти до того, что давайте уже у нас там хорошие отношения, будем уже гравина, которого какого-то пригласим к служению проповеди, а может и какого-то учителя буддистов, кришнянина, мусульманина. Это всё очень трагично. Действительно показано, что это конец последнего времени. До чего впустился уже народ Божий, братья и сёстры. Что уже православного священника, которому нужно, ещё раз говорю, каяться, ему нужно каяться. Что он может научить тех братьев и сестёр, которые во многом уже духовно, они более точно идут по Слову Божьему? Мы четко читаем, братья и сёстры. Дела плоти известны, они суть, прелюбияния, блуд, нечистота, непотребство, идолослушание, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предваряло, что поступающий так, царствие Божие не наследует. То есть, если чуть ли мы находим ереси, царствие Божие не наследуют. Как мы можем фактически людей, которые являются лжеучителями, которые являются еретиками, которые не придерживаются евангельского учения, которые нет фактически ни чистоты учения, ни чистоты жизни. Мы можем приглашать, чтобы они проповедовали. Это только ведёт вниз к падению. Это ведёт в ад, фактически, братья и сёстры, потому что написано, что Царство Божие не наследует ересь. Что он говорил, вот этот священник православный? Фактически призвал тоже к любви, говорил, что между нами, протестантами и православными, есть некое такое напряжение, чтобы мы больше тогда любили друг друга и так далее. Братья и сёстры, если настоящий христианин, евангельский христианин, то он не имеет ненависти к православным людям. Почему? Какая ненависть? Сказать по возможности Слово Божие – да. Твёрдо стоять на позициях евангельских – да. А как люди? Почему должна быть вражда? Конечно, нет. А что больше? Как люди? Ну, мы нормально относимся к православным людям, если настоящий евангельский христианин. А что касается объединиться уже в учении, скажем так, в вере, но как можно объединить чистое с нечистым? Многие христиане забывают, братья и сёстры, что Господь не раз говорил, мир вам. Он призывал, он говорил, блаженный миротворцы. Да. Это плохо, которые люди, которые совершают некое напряжение, это приводит к войнам и так далее, братья и сёстры. Но, что касается учения, он отчетливо и говорил, это нужно помнить. Не думайте, что я пришёл принести мир на землю. Не мир пришёл я принести, но меч, ибо я пришёл разделить человека с отцом его, и дочь с матерью, и невестку со свекровью её, и враги человеку домашние его. Ещё. Иисус сказал им, смотрите, берегитесь закваски фарисейской, саддукийской, то есть учение фарисейского, саддукийского. Хотя здесь больше говорится, скажем так, напоминаются родственники, но здесь говорится о том, что я пришёл принести меч, то есть разделить чистое от нечистого, чистое учение от нечистого учения, чистую жизнь по западях новозаветных и уже нечистую жизнь. И это даже приведёт к разделению родных. Он говорит, я пришёл принести меч, разделить чистое учение, отделить от нечистого. Вот это нужно не забывать. Это фактически приглашение вот этого священника православного, это и оскорбление и Бога, и истины евангельской, и оскорбление даже тех братьев, которые трудились, в частности брат Лютер, который много потрудился, совершил и перевод на немецкий язык, который фактически поставил во главе угла не традиции, не предания, а Новый Завет уже, Слово Божье. А здесь назад, назад возвращаемся, давайте к католицизму, к православию, назад. Это ещё раз говорю, это падение, это нельзя делать ни в коем случае. Это опасно, братья и сёстры. Это грек большой, это очень опасно. Мы читаем Слово Божье. И отцом себя не называйте никого на земле, ибо один у вас отец, который на небесах. Даже человек пришёл, он даже называет его батюшка. То есть уже грубое нарушение Слова Божьего. Никого не называйте отцом в духовном смысле. Все вы братья. Понимаете? Фактически даже вот эти наименования уже несёт ересь, грязь в церковь несёт, претестантскую. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество, подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. То есть покаяться, с покаянием должен прийти вот этот священник православный, а не учить. Это идолопоклонство, почитание икон, святых, молитвы к ангелам, к святым и так далее. Это грубое идолопоклонство, это взято с язычества. Даже иудеи, даже в Ветхом Завете мы не находим, что молитва, почитание святых, то, что делается в православии. Поэтому бодросту и ты велико, братья Иисусы, ни в коем случае такого не допускайте в собрании. Ни в коем случае. Пусть даже ситуация, которая сейчас действительно как бы на душевном уровне желает люди больше единения, любви и так далее. Нет, только единение в истине, в истине евангельской. А вне истины евангельской, вне фактически христианства. К чему тогда вот это объединение? А то, что мы должны, как написано в Слове Божьем, если возможно, будьте умири и святости со всеми людьми, то это мы должны понимать, конечно. Если прославный человек, это не означает, что мы должны воевать с ним. Нет. Но мы твёрдо должны стоять на своём учении, твёрдо идти по Евангелии и жить по Евангелии. И не иметь за братья-учителей тех людей, которых самим нужно каяться, которые стоят на ложном учении, которые являются идолопоклонниками. Всему своё время и своё место. Богу Божьему, кесари кесари. Как люди мы должны жить мирно. Но в собрании приглашать и иметь уже на духовном, религиозном уровне уже некое общение, это неправильно. Разве только, что они хотят прийти покаяться, то тогда да. Но не делать своих учителей людей, которые ничего не значащих в церкви, которые и христианами не назовёшь. Даже среди христиан написано, что не каждый делается учителем. Это не так просто. Это ответственность большая. Это должна быть и жизнь соответствующая. Твёрдо понимать, стоять на ивановском учении и умение довести и исследовать Слово Божие и умение это рассказать народу Божию. Поэтому не каждый должен делаться учителем. Не говорю уже, чтобы уже брать с православия. Я говорил о том, что есть такой тоже достаточно известный проповедник, проповедник, как Александр Шевченко, который тоже делает некие такие объединения, делает тоже некие такие передачи, где он берёт интервью и священников и протестантского направления богослов, и православных, чтобы фактически послушать их мнение, потому что это люди такие известные, и чтобы взять что-то оттуда полезное, братья и сёстры. Это экономическое движение, это не от Бога, это вавилонская блудница, которой нужно выходить, если есть какая-то связь с этим, а не наоборот приглашать. Поэтому бодрствуйте велико и очень опасайтесь вот этого такой тенденции душевности, чёрной, я бы даже сказал, душевности. Вы должны помнить, что прежде всего христиане, и вы должны стоять на духовных позициях. Духовный судит о всём, а о нём никто не имеет права судить, потому что мы имеем ум Господень. Поэтому твёрдо стойте на позициях Евангелия. И да поможет вам в этом наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok